Всем привет, дорогие друзья! С вами Шиморо, а мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved. И у меня для вас есть информация. На том сервере, на котором мы играли, случилась беда. Сервера либо больше не существует, либо администраторы сервера по вторичной информации, скажем так, дополнительной, мне доложили, сказали, что сервер решил забанить всех нерусскоязычных игроков, в чём я сомневаюсь, конечно же. Ну, в общем, до сервера теперь не достучаться. Это был неофициальный сервер. Видимо, он был польско-финский. Но так как изначально мы начинали на нём играть, случилась такая беда, что теперь там играть нельзя. Ну, возможно, просто перестали поддерживать сервер, неважно. Теперь мы начинаем с вами играть на неофициальном сервере, ой, на официальном, наоборот, сервере. И, соответственно, здесь таких проблем быть не должно. Поэтому, ребята, желаю вам приятного просмотра. Я постараюсь развиваться быстро и показать вам, что нужно делать в самом начале игры. Как быстро развиваться, что лучше прокачивать, на мой взгляд, и так далее. В этой серии я постараюсь раскрыть как можно больше этих возможностей, чтобы помочь вам, ребята, развиваться. Хорошо? Давайте сделаем это. Итак, поехали. Первым делом, когда вы начинаете, вам нужно сделать кирку. Кирка должна быть первостепенной задачей. Для этого вам нужен всего лишь один камень, дерево и солома. Солому набираем руками вместе, как и с деревом. А камень мы простенько добываем, естественно, на суше, скажем так, на берегу. На берегу очень много камня валяется, его вырубать не нужно. Дальше нам нужно будет много файбера для того, чтобы делать все остальное. Поэтому не стесняемся собирать ягодку, файбер и все прочее. Также нужно постоянно следить за полоской энергии, которая находится в правом нижнем углу. Потому что если она кончится, то показатели еды начнут резко меняться. И, соответственно, он, грубо говоря, упадет. Я прокачиваю уровень. Я буду прокачивать своего персонажа в мили дэмэдж первостепенно. Потому что мили дэмэдж очень важен для пвп персонажа. Так как я являюсь пвп игроком больше, чем пве, для меня это важно, но дальше вы уже решайте сами. Первое исследование я трачу на топорик и на копьецо. Копьецо нужно, чтобы воевать, естественно, топорик, чтобы рубить и прочее. Следующие очки я потрачу на костер и одежду. В дом я сейчас вкладываться не собираюсь абсолютно. Вот здесь он вырубленный, чем чей-то дом стоит. Посмотрите, как здесь уже застроились ребята какие-то. Побережье занято. Ну, ничего, мы себе место под солнцем, ребята, найдем. Я не думаю, что это будет проблемой. Так, хорошо, нарубаем солому дерева. Теперь нам нужен будет флинт. Флинт это очень важно. Посмотрите, сколько соломы на сервере получается, вырубается. Очень много, 39 соломы. Флинт нам нужен... Флинт это заточенный камень. Он нужен для топора. Топор без флинта не сделать. Поэтому мы находим вот такую вот кучку, добываем флинт и спокойненько можем крафтить себе топор. Для копья уже нам понадобится файбер, да, еще флинт и дерево. Ну, дерево теперь мы можем легко вырубать. Все-таки топориком это делать просто. Далее мы идем добывать дерево, естественно, и все остальное. Я не думаю, что это большая проблема. Камня вот здесь, конкретно на этом месте сейчас немного. У меня заканчивается вода. Давайте я немножко дерева возьму. На динозавров никаких абсолютно не рыпаюсь. Бегу спокойненько обратно. Сейчас попью водички, ребята, и пойдем дальше. Я не знаю, как быстро мы сможем с вами вкачать левел, который нам нужен, но... Попробуем все-таки это сделать, да. Сервера обычно официальные, очень сильно забиты. Но я не думаю, что будет проблема потихонечку сюда подтягиваться для тех, кто захочет со мной играть. Естественно, на следующем стриме я вам покажу этот сервер, и все будет хорошо. Сейчас наша задача и подготовить нашего персонажа, правильно? Чтобы он был готов к большим-большим приключениям. Нам нужно развиваться официально. Если на официальных... с официальных серверов можно переносить будет персонажа, поэтому... Я очень рад, что начал на официальном. Вот такие дела, значит. Значит, далее давайте отдохнем. Чтобы персонаж ваш отдыхал и полоска энергии восстанавливалась, она находится в правом нижнем углу, вам нужно нажимать Х для того, чтобы произвести это действие. Скажем так, вот так я обкакался. Забираем дудошку. Забираем первую дудошку, которая находится на пляже. Снимаем с нее шкурки и делаем все, что нужно. Дальше камень. Камень, камень, который валяется на берегу. Нам нужно тоже сейчас собрать, но камня, видимо, здесь нет, да? Черт подери. Давайте заберем еще дудошку. Это очень быстрая прокачка. Уровень прокачивается моментально. Видите как? Кожа нам тоже нужна. Все-все это нам обязательно нужно. Вот камень, пожалуйста, который можно взять. Да, вот камень мы берем. Камень берем. Камень берем. Смотрим, чего нам не хватает сейчас для крафта копья. А нам не хватает всего лишь флинта. Флинты находятся вон там. Бегу в ту сторону. Давайте возьмем еще левел, раз уж тут есть дудошки. Наберем мясо. И после того, как я возьму третий уровень, я изучаю, соответственно, костер. Хорошо. Я беру левел. Изучаю сразу же костер. Так, сначала нужно войти еще раз в мили дэмэдж. Затем изучу костер и изучу шапку. Шапка важна. Одежда важна. Так, хорошо. Из крафта была. Делаем так. Крафтим шляпу. Крафтим следующим костер. Потому что скоро персонаж захочет кушать. Крафт прошел. Отлично. Захожу в инвентарь. Кладу сюда шляпку. И на нее надеваю, естественно, скин. Все, теперь я снова ковбой. И это меня радует. Довольно просто. Левел прокачивается быстро. С водой все будет хорошо. Бурдюк я изучу на следующем уровне. Бурдюк нужен для того, чтобы, соответственно, набирать воду. И это тоже у нас небольшая проблема. Правильно? Поэтому давайте двигаться, действовать дальше. Сейчас флинта, дерево наберем. Дерево нужно для того, чтобы разводить костер. Флинт нужен для того, чтобы делать сейчас. Вон там, посмотрите, соломенная хибарка. Игра немножко подвисает. Но это, естественно, оптимизация. Ничего страшного. Флинт набираем. Хорошо. Флинта у нас достаточно. Вам горячо, говорит игра. Делаем два копья. Помещаем на нужный слот. Главное сейчас не отлететь. Вон там, вон чей-то дом. Соломенный. Соломенный дом это большая проблема для любого персонажа. Я не рекомендую вам сильно отстраивать ваш соломенный дом. Потому что он, в принципе, вам не нужен. Я сейчас покажу, что может случиться с соломенным домом, если вы его поставили на таком видном месте. Вот здесь есть дверь, да? Значит, кто-то в ней живет. То есть, вот здесь есть показатель здоровья двери. 695 из 1000. Я просто подхожу. И со своим мили-дэмэджем спокойненько начинаю проламывать нафиг стенку. И мне ничего за это не будет. Потому что, видимо, персонажа внутри нет. А если там кто-то есть, мы его убиваем и забираем абсолютно все вещи. Это большая ошибка игроков. Ставить свои дома в одиночку. Я не знаю, на... Ну, не знаю, на берегу. Зачем это делать, ребят? Никогда не делайте так. Лучше уйдите вглубь острова. Там, где поопаснее, где есть динозавры. Но постройте себе маленький-маленький домик, от которого вы будете отталкиваться. Если у вас нет племени, которое может вас прикрыть в любой момент, то это, соответственно, бесполезно. Мы выбиваем, значит, здесь стеночку. И что мы видим? Я молодец. Ребята, вы этого не видели. Надо будет это вырезать. Ёлки-моталочник. Там стенки не было, ребята. Я даже не обошел. Ну, ладно, я показал на примере. Будем считать так. What the fuck вообще? Ой-ой-ой. Ну, басик, ну, басик. Да, ребята, не торопитесь с выбиванием двери. Инструмент попортится. Я уже вон почти испортил топор. Ну, конечно, инструменты здесь очень быстро крафтятся. Забираюсь в воду и выставляю себе костерецкий. Костерецкий идет у нас четвертым слотом. Вот таким образом. Захожу в него. Даю туда вот так. Даю туда мясо. Разжигаю костер. Все, мясо у нас готовится, пока я занимаюсь всем остальным. Мне нужно добыть побольше флинта еще. И, соответственно, поесть я всегда успею. Добываем побольше флинта. Да, сам камень нам абсолютно сейчас не нужен, а флинт нужен будет для того, чтобы восстановить свои инструменты, которые сломались. Копья у нас, в принципе, есть. И плюс я постоянно прокачиваюсь при этом. Теперь задача набрать фибера и сделать себе штаны. То есть, в принципе, здесь все это очень быстро добывается. Блин, жалко, что вот 15 уровня у нас с вами нет, ребята, и левел мы быстро не можем прокачать. Вон там, посмотрите, динозавр, который нападает, посмотрите, на птеродактиля. Вот негодяй какой маленький, подвес, 4 уровня. Давайте ему пропиндорим. Пропиндюлим тебя. Пропиндюлим тебе, маленький. Пропиндюлили, хорошо. Забираем все, что у него есть. Сырое мясо, это все, что у него было. Ёлки-палки. Ладно, не страшно. Заходим в инвентарь спокойненько, кладем мясо. Забираем мясо, которое пожарилось, на нулевой слот его. Едим. Едим еще. Мясо восстанавливает как здоровье, так и хп, ребята, поэтому мясо это очень важно. Вот эта поляна довольно плохая. Довольно плохая почему? Потому что здесь нет вот таких вот кустиков, с которых можно было собрать побольше ресурсов. Так, я покакал. Это довольно приятный момент. Покаканье может лечить некоторые болезни, насколько я заметил, хотя могу ошибаться, ребята. Поправьте меня, если это не так. Потому что когда ты покакал, ты себя дезинфицировал, скажем так, да? Лишив себя. Ну да, 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 все верно. Значит, далее. Что нам нужно? Нам нужно больше фибера. Фибера нужно 50 для того, чтобы сделать себе штаны. Мне срочно нужно менять свое местоположение, потому что это местоположение является довольно плохим. Да, ребята, плохое местоположение из-за того, что фибера я здесь не найду. Я оставляю уголь в костре, забираю дерево и продвигаюсь дальше в места, где есть побольше фибера. Там я уже и поохочусь, и сделаю все, что нужно. Побежали. Надо было водички сначала попить. Давайте попьем водички все-таки. Вон там, вон, пасутся динозаврики в большом количестве. Так, в воду погружаюсь абсолютно полностью. Иду, значит, так аккуратненько. Давай, выходи, маленький. Иду, значит, наверх. Забираю здесь там ракушка какая-то, посмотрите. Ракушка маленькая, ватрушка. Так, идем, идем, идем. Вода. Так, здесь у нас дудошечка находится. Нам бы хотя бы пятый, шестой левел взять, чтобы иметь все, что нужно для развития, да? Так, кожа. Кожа, это хорошо. Кожаный бюрдюк нам нужен будет. И мы уже отходим сюда, и здесь уже есть, видите, ребята, места, где можно найти фибер. Сейчас расскажу вам про ягоды и про все прочее. Давайте съедим еще мясо. Так, хорошо. Хорошо, вот это забираем. ФПС на сервере не очень стабильный. Видимо, очень много построек рядом, либо еще что-то, не знаю. Нам нужна всегда в быстром слоте стимбери. Стимбери это ягода, которая, белая ягода, которая повышает нашу выносливость. В бою рекомендуется кушать стимбери и мясо. Мясо нужно для восстановления ХП, а стимбери нужна для того, чтобы восстанавливать быструю энергию. Вон там, посмотрите, какое-то поселение, блин. Какие-то бомжи, ребята. Поселились, значит. Вон со скалы можно спрыгнуть на них и разбить их. Но, ладно, мы же не злые, ребята, да. Какая война? Зачем нам сейчас война, когда мы можем жить мирно и развиваться? Нам нужно сейчас больше фибера, соответственно, для того, чтобы сделать все, что нужно. Вот на собирательстве я прокачал еще уровень. Делаем мили дэмэдж. Делаем вот так. Вот так. Этот мешок нужен для воды. Ну, естественно, одежда нужна всегда. То есть одежда это ваша броня и все прочее. Мешок для воды я сейчас сделаю. Так, хорошо. Фибера я собрал. Левел продолжает прокачиваться. Бегу к воде. Значит, крафчу сейчас на ходу себе кофточку. И бурдюк с водой. Бурдюк с водой должен быть на быстром слоте. Желательно на четвертом и пятом. Даже два таких нужно. Вот. Одежду я сделал. Бурдюк с водой ставлю на четвертый слот. Хорошо. Теперь мне нужно его набрать, чтобы у меня всегда были с собой запасы воды. Фибер тоже продолжаю собирать. Вообще можно бежать просто и жать Е. Чтобы быстро-быстро набирать то, что нужно. Кушаем с Тимбери. Идем дальше. Идем дальше. Все, в принципе, у нас идет по плану. Все хорошо. До следующего левела не так много осталось. Посмотрим, как у нас получится с вами вкачаться. Посмотрим, быстро ли мы сможем это сделать, побежав просто по берегу дальше. Итак, заплываем внутрь в воду. Вода набирается. Выхожу из воды. Набираю бурдюк на четверочку. Все. У меня вода есть с собой. Еды не так много, но я думаю, я всегда сделаю то, что мне нужно. Нужно мне, по сути-то, костер для того, чтобы готовить мясо. Ну и охотиться я буду прямо сейчас. Вот, пожалуйста, достаю копьем. Это копьем можно всегда запустить в маленького динозаврика. Например, вот так вот нацелился, выстрелил. И потом копьем можно подобрать. Все. Динозавр мертв. Один выстрел. У него маленький левел был. Я забрал много мяса. У меня сломался топор, но я его всегда могу восстановить, потому что ресурсов у меня много, в принципе. Мясо сейчас у меня один кусочек остался, поэтому нужно будет скоро жарить. Моя задача сейчас охотиться на них в большом количестве. Вот они, дудошки. В принципе, можно и не кидать копье. Вот так вот втыкаю все равно, забираю. И спокойненько могу рубить дальше. Вот это восьмой левел Додо. И он тоже хорошо так получил с копья. Так, хорошо. Восемнадцатый левел Додо. Надеюсь, с него будет много мяса. Мы его все равно убиваем, ребята. Довольно быстро. Он даже не успел задергаться. Маленький мой сладик. Вот четыре куска мяса. В принципе, я прямо сейчас обеспечил себя мясом и прокачиваю уровень в большом-большом количестве. Вы видите, сколько я убил. И, соответственно, мой левел повышается очень быстро. Я не трачу лишнее время зря. Я не бегаю просто так. То есть, по сути, прямо сейчас мой персонаж уже становится скоро пятым уровнем. Соответственно, это довольно быстрое-быстрое развитие благодаря убийству птиц на пляже. Это очень хороший вариант. Теперь, в принципе, да. Вот так я разделываю его. В принципе, я могу поставить костер и приготовить все это количество мяса, которое у меня есть. Также рядом я могу добыть камень в любой момент. Для того, чтобы сделать костер, он требует много камня. Камень добывается топором в большом количестве. Заточенный камень добывается киркой. То есть, здесь нужно выбирать, что рубить. Забираем еще одного дудо. И сейчас у меня будет уровень. И я повышаю уровень. Следующее, что мне нужно сделать. Милли дэмэдж до 120 я пока оставлю. Ну, а теперь я, наверное, ничего не буду абсолютно вкачивать. Хотя нет. Давайте доведем уже до конца нашу одежду. Да, доводим до конца одежду. Остальные поинты я пока оставляю. Дом я буду делать сразу деревянный. В принципе, соломенный это хорошо. Но деревянный будет значительно лучше. Теперь моей задачей нужно будет развести костер. Для того, чтобы, соответственно, пожарить все, что я нашел. Сбор продолжает прокачивать меня. У меня уже почти шестой уровень. Можно так сказать, если я сейчас буду убивать динозавров. Дудошек уже нет рядом, да? Вот хорошее место для того, чтобы получить много кустиков. С тимбри, пожалуйста, тебе здесь растет. Различные ягоды и тинтубери, и файбер, и все, что захочешь вообще. Это замечательное место просто. Дальше делаю костер. Делаю костер. Костер выставляю на шестерку. Будет у меня вот так вот костер идти. Так, это я рецепт выставил. А мне нужно костер скрафтить. Вот, скрафченный точнее. Вот, пожалуйста. Делаю костер. Выставляю его прямо сюда. Кладу 15 кусков, ребята, мяса. Зажигаю костер. Вот эти ягодки выставляю сюда, и чтобы совсем не умереть с голоду, начинаю их кушать. Так. Отлично. Все идет довольно благоприятно. Продолжаю набирать камень и рубить то, что мне нужно. Далее мне нужно будет изучить спальный мешок на шестом уровне. Спальный мешок один раз возвращает вас на то место, где был поставлен спальный мешок. Я, ребята, надеюсь, вам полезна будет эта информация. Я просто прокачиваюсь и рассказываю, что делаю. Как бы пишите свои комментарии, если я что-то упустил. Как бы серия такая получается познавательная. Все равно нам прокачиваться перед онлайн-трансляцией. И я подумал, ну почему бы так не сделать. Так, ладно, давайте сейчас покушаем. Покушаем здесь все, что нужно. Никто не бегает, знаете, так все благоприятненько у нас, хорошо. Птички поют, все прекрасно, чайки точнее. А мы продолжаем делать свое грязное дело. Точнее, чистое дело пока. Грязным оно станет, когда мы первый раз кого-нибудь убьем ради лота. Но это уже другой момент, это момент выживания. Идем обратно вот сюда. Едим то мясо, которое у нас есть. И потихонечку забираем из костра то, что приготовилось. Хорошо, то, что приготовилось, мы забрали. Теперь плывем в воду, попьем немножко воды. Попьем немножечко водички. Попили водички, хорошо. И у нас был... А, у нас полный бурдюк. Давайте его выпьем вот так вот и набираем новую сразу же одновременно. По идее, я сейчас привязан к этому костру, поэтому мне нужно набирать побольше фибера, так как он здесь есть. И начинать крафтить те вещи, которые мне нужны. А нужны мне сейчас как перчатки, так и штаны, так и все прочее. Перчатки вот уже готовы. Пожалуйста. Перчатки есть. Потом штанишки пойдут. И ботинки. И я уже полностью одет, в принципе, и готов к выживанию. Главное, чтобы... По идее, мне нужна соломенная хибарка какая-нибудь в лесу пристроенная, чтобы никто меня не грохнул, да? Иначе все. Это беда. Ну, да ладно, в принципе, ничего страшного. Развитие довольно быстрое происходит в этой игре. Проблем не бывает, ребята. Не расстраивайтесь, если вас убивают. Потому что игры на выживание, они подразумевают смерть. И это абсолютно нормальное явление. То есть, хранить лут долго здесь не получится, если на вас нападет, например, развитый игрок какой-то, да? То есть, все. Беда. Грубо говоря. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Ботиночки делаем. И для штанишек нам нужно 50 фибера. Это очень много. Забираем то мясо, которое уже приготовилось. Так, вот так вот делаю. Вот так вот делаю. Уже есть ботинки. Осталось совсем немножко. Так, наркоягоды у меня собираются. Кстати, эти ягоды нужны для приручения динозавра. Мясо продолжает готовиться. Ну, набираем, продолжаем фибер. Сейчас поедим мясо. И, в принципе, я уже буду готов к приключениям. То есть, да. Оделся сразу, моментально, по сути. Ну, вот сколько у нас уходит времени. Я думаю, что минут 25-30 нам нужно будет для того, чтобы вооружиться полным комплектом выживальщика, скажем так. Единственное, что левел шестой нужно еще взять. Жалко, очков у меня не так много. Дом я не построю. Но, в принципе, я могу где-то спрятаться, чтобы меня не нашли. И не убили просто так. Хотя любой хищник может залезть и съесть нас, да. Вот это будет крайне плохо. А может, мы ляжем на какой-нибудь из камней. Ну, ладно, я пока не знаю, как лучше этот момент сделать. Продолжаем собирать здесь все, что есть. Пойдем сейчас убьем несколько динозавриков, которых сможем найти. Так, что там у нас по мясу? Вот еще три куска мяса. Ноль. Хорошо, кушаем. Я бы, наверное, забрал уже и не тратил время на это. Давайте заберем что дерево, что сырое мясо. Мясо может пропасть, но ничего страшного. Все, в принципе, я свободен для приключений. Я свободен идти дальше. Там вон серьезный динозавр, который может в любой момент нас с вами сожрать. А это нам не нужно. Поэтому, ребята, сейчас пойдем вон туда. Заберем вот здесь все. Файбер нужен, чтобы защита была получше. Файбер нужен. Перчатки у нас есть. Все довольно приятно пока происходит. Так, вот тут динозавр стоит. Видите, девятнадцатый уровень. Его трогать не буду. Посмотрю, что за хибарка здесь. Ну вот кто-то... Ну зачем было вот это строить? Ну зачем тебе это, дружище? Вот это не нужно делать, опять же. Вот факел кто-то поставил. Стендинг торч. Стоячий факел, пожалуйста, уголь. Зачем ты изучил, кто-то ездил... А нет, здесь дом, видите? Здесь чем-то дом. Чей-то дом. Кстати, очень хорошее место. А вон там луч пятнадцатого уровня. Но пятнадцатый уровень, это, ребята, не про нас история с вами. И, соответственно, тот луч я взять не могу. Белые лучи собираются абсолютно всеми. Здесь вот ходит динозавр. Но нам-то нужна... Стимочка, правильно? Ой, фибер. Фибер, точнее, какая стимочка. Выпьем сейчас водички из бурдюка. Водичку попил. Мяском закушал. Продолжаю собирать фибер в большом количестве. Поляна просто для этого создана, ребята. Тридцать один уже. Тридцать семь. Вон там луч, правда, да, пятнадцатого уровня. Жалко, что я его сейчас собрать не могу. Сорок два фибера. И я могу сделать то, что хочу. А это штаны. В принципе, видите, у меня ресурсов хватает настолько, насколько мне нужно. Я могу делать еще копья, могу делать все, что захочу. Вот, получается, у меня уже одетый персонаж, готовый к бою с тремя копьями на руках. Очень-очень быстрое развитие. И здесь обитает фиомия 24-го левела, которая, естественно, от меня убежит. Атаковать этого динозавра я не собираюсь. Фиомия — это местные свиньи. С нее падает очень много мяса. И с нее падает очень много шкуры. Вот шкура нам нужна. Потому что мы делаем с вами еще один бурдючок. И ставим его на пятый слот. Все основное оружие у меня будет находиться на трех вот этих слотах. Четвертый и пятый я использую под бурдюк. Остальное. Шесть на быстрый крафт, на быстрое восстановление костра. Остальное — ягода, которую я могу есть. Да? То есть все, в принципе, удобно. Два бурдюка потом я набираю быстро на 4-5. По сути, все, мое выживание готово. И у меня все, в принципе, прекрасно. Единственное, что надо бы зарубить вот такого динозавра, например, левела 5, да? Вот видите, он побежал. Побежал, побежал. Маленький. Нужно его загнать. Нужно его загнать очень быстро. Ох, не останавливается, ребята. Остановись, пожалуйста. Вот, наконец-то. Мне за него дают большое количество экспириенса. Я разбираю его на большое количество кожи, что довольно благоприятно. Потом, когда у меня будет доступен крафт кожи, я смогу, естественно, реализовать то, что хочу. Кушаем стим-ягоду. Стим-ягоду я лучше выставлю вот в этот слот. 6-7. Давайте так. Стим-ягода всегда нужна, и уже кончаются запасы воды. Ну, а мы продолжаем набирать то, что нам нужно. Также нужно будет освободить место для веса. Много дел. Ну, тем не менее, ребята, каждый раз, когда я собираю какой-то ресурс, да, я спокойненько прокачиваюсь. Восстанавливаю энергию ягодой, постоянно подписываясь. И, как бы, всё прекрасно у нас идёт. Без воды персонаж страдать начал, видите? Ну, беда какая, а. Там хищник грозный всех кушает. Ну, пускай кушает, не страшно. Так, хорошо. Идём за водой. Сейчас скоро хп-шечка начнёт тратиться. И тот белый луч, ребята, который нам с вами нужен. Мы сейчас попьём воды. Так, попьём воды. Набираем бюрдюки. Отдыхаем. Вот так вот. 4-5. У нас есть два бюрдюка воды. И забираем белый луч, где есть множество-множество ресурсов, которые нам нужны. Отдыхаем перед тем, как плыть. Если персонаж уставший, он не сможет переплыть речку, задохнётся, захлебнётся и утонет. Я покакал, хорошо. Оставил хоть на пляже что-то от себя. Плыть лучше без оружия в руках, то есть, чтобы руки были свободными. Вот такой у нас персонаж получается, как обычно. Ох, как замечательно. На самом деле, снова развиваться это тоже приятно. Развитие в игре очень быстрое. Я бы не сказал, что ты что-то здесь тратишь большое время. Получаешь кайф просто от того, что развиваешься, как тебе нужно. Главное, не делать ненужных рецептов. Вот, скажем так, я хочу спальник, да. Но я не хочу делать себе соломенный дом, который является абсолютно бесполезным в игре. Не советую вам прокачиваться. Подходим к лучу вот таким образом. А, и кристалл-то наверху у луча находится, ребят. Не возьму. Ну, да ладно. Соломенный дом я делать не хочу, но раз уж я пришел на этот остров, я сейчас поохочусь на живность, которая на нем есть. Сколько? Какой? 15 уровень, да? Не берем 15 уровень. Какой? Второй уровень, пожалуйста. Второй уровень слабенький динозавр. Да, падается сильно, но так как я в броне, в принципе, убить он меня не должен убивать. Прокидываем его, прокидываем и убиваем. Отлично. Заедаем мясом, чтобы восстановить хп. Все, в принципе. Ой-ой-ой, там сзади подорвался же! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Чел один момент, кстати, на ошибках учишься. Есть такая беда в игре, если ты... Ну, не беда. Если ты... Я сейчас заберу тело, естественно. Ну, вот он луч, там есть все как надо. Если ты, значит, заагрил динозавра, который находится вместе с кем-то, то есть не просто один, да, живет, а находится вместе с другим динозавром рядом, например, да, то этот динозавр, скажем так, так это, надеюсь, тот луч, и, надеюсь, я бегу туда, куда нужно, то этот динозавр заагрится точно так же на тебя. То есть если двое динозавров в одной стайке, значит, да, находятся, а этот динозавр второй, который есть, он заагрится на тебя тоже. И, соответственно, ребята, не нужно делать ошибок, вот как я совершил. Стояли два динозавра, да? Второй и восемнадцатый уровень. Грубо говоря, да, я забрал... А вот это уже плохо. Вот это уже плохо, Мегалодон. Да, стоял... Господи. Я не там резнулся. В С-зон 3. Идем. Стояли два динозавра рядом. Господи, меня все сбило. What the fuck? В общем, не агритесь на динозавров, которых много. Особенно в одиночку. Иначе нападет тот, кто захочет отомстить за своего товарища падшего, да? Давайте разберемся, где мы. Сейчас быстренько скрафтим. Надо найти тот труп, который у нас был. Ладно, я вкачал уровень. Это все прекрасно. Там два бурдюка было уже. Ну, ничего страшного. Я более чем уверен, что... Меня бы и так забрал кто-нибудь здесь. Какой-нибудь негодяй-подлец. Так, прокачиваю я, значит, фортитюд. И, соответственно, фортитюд это устойчивость. Чтобы не было у нас проблем. И делаю спальный мешок. Это все, что мне нужно было сделать. Спальный мешок я всегда сделаю. Лут очень быстро восстанавливается, поэтому не страшно. Но приключения у нас, конечно, веселые с вами. Получается. Надо забрать тело по-быстрому. Кирка, в принципе, не нужна. Мне кажется, я просто далеко очень от тела. Дерево, дерево, дерево. Камень, камень, камень должен быть. Ну, пожалуйста, одно дерево выбей. Одно дерево сейчас нужно. Если все руки, уже сбил. Один кусочек дерева. Отлично. Крафтим. Крафтим и бежим. Наверное, я не на той стороне. Не на том... Плежу нахожусь. Я лежу и лежу. На своем, блин, плежу. Та-дан, та-дан, чёрт подери. И два раза умер от мегалодона. Второй раз, ну... Да, это серия об ошибках, дорогие друзья. Естественно, я специально вам это всё дело показал. Чтобы, ну, вы понимали, чего нельзя делать, как бы. Я бы, как опытный игрок, соответственно, никогда бы не допустил таких ошибок. Вы же всё это прекрасно понимаете. Конечно же, понимаете. Я же знаю. Вот. И поэтому я просто показал вам, чего не стоит делать ни в коем случае. Надеюсь, на моих ошибках... На моём уроке, точнее, вы сделаете свои какие-то выводы. Но то, что я потерял, легко восстановить. Поэтому это не проблема. Вот здесь, посмотрите, какой-то... Какой-то загон себе сделали. Ребята им все стены, двери выбили. И всё, что осталось, это абсолютно ничего. Скажем так, внутри, видимо, там абсолютно всё забрали. Ладно, забираю ягоды. Левел я уже шестой. В принципе, это была моя цель. Фибера я сделаю. Прямо сейчас сделаем топор, шапку. Кожу я всегда добуду. Не знаю. Я, по-моему, бегу вообще в другую сторону. И, соответственно, я не смогу, ребята, заняться качественным. Так, тихо, дудошечка. Вот стайка дудошек меня не убьёт. Даже голым. А вот этот убьёт. А вот этот меня... Нет, он убежит. Так, спокойно, дудошечка. Сейчас я возьму флинтик. Они на меня нападут сами. Флинтик сделали. Делаем топор. А, странно. Флинтецкий не могу взять. Так, ладно, хорошо. Сколько там всего нужно? Сколько там? Не понимаю, чего у меня дерева не хватает. Ага, дерева не хватало, ребята. Так, топор сделался. Отлично. Стимбери беру. Ложусь спать. Нужно побольше кожи для того, чтобы сделать себе бурдюк и восстановить уже это дело всё. Дудошки все разбежались почему-то. Это очень странно. Обычно они ведут себя довольно агрессивно, если нападаешь на их сородича. Они вообще сбежали, ребята. Посмотрите, куда это вы отправились, товарищи мои? Мы только начинаем с вами разговоры вести. Ну вот. И сейчас я покажу, как быстро можно восстановиться, когда у тебя уже довольно большой левел. Дэмэдж у меня 120. Поэтому я вообще не переживаю. Вот самочка, посмотрите, розовая. Девочка, да? Её мы тоже зарубаем. Её мы тоже зарубаем. И вещи с неё все забираем. Всё, что нужно. Водички я тоже попил. Сейчас отдыхаю. Пока отдыхаю, делаю себе быстренько то, что мне нужно. Вот так. Вот так. И, в принципе, у нас всё становится довольно благоприятно, да? Ковбойская шляпа есть. Бурдюк один я восстановил. Второй восстановлю так же быстро. Так, давай сладенький. Вот. И левел, видите, обратите внимание, после каждого убийства. Я прокачиваю довольно плодотворно. Сырое мясо у меня тоже есть. Костёр я всегда смогу сделать. Убираю, значит, костёр. Набираю фибер. Ой, костёр. Топор. Фибер нужен сейчас для крафта копьеца. Нужно больше флинта. Копьецо сделаю, нет? Копьецо сделал, но, видимо, нужно другое. Место довольно хорошее. Место довольно приятное. Так, и делаю копьё. Да, а луча белого здесь рядом вообще, ребята, нет. Вон там есть луч. Но за ним я сейчас не побегу. В принципе, это долго. Нужно переплывать. Бежать довольно далеко. Зачем мне брать этот луч? Ещё неизвестно, где кристалл. Подождите. Чё-то как-то странно. Мне кажется, это халява. Мне кажется, это халява крайняя. Кристалл внизу. Знаете, ребята, мне кажется, что нам всё-таки нужно взять луч. Я хотя бы покажу вам, как это делается правильно. Чтобы было понятнее. Копьё у меня есть. Это есть. Файбер есть для того, чтобы восстановить то, что нужно. Всё, в принципе, довольно приятненько у нас. И если мы сейчас возьмём кучу ресурсов, я восстановлю себе полностью персонажа. Останется загнать его, соответственно, в нужное место. И просто лечь спать. Правильно? Всё довольно приятненько. Вот здесь, опять же, кто-то строит себе большие ангары. Но эти большие ангары абсолютно бесполезны. Правильно? Давайте сделаем вот так вот. Вдруг там хищник, негодяй. Также нужно сделать факел. Факел сделал. Хорошо. Одежду сейчас одеваю. Факел нужен только в ночное время. В принципе, у меня сейчас только самое нужное, ребята. Пока бегу, я могу прокачиваться, опять же, спокойно. Прокачиваюсь, 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 прокачиваюсь. Вот таким образом. По ягодке. По грибы да по ягоды. По ягоды. Тарадан-дан-дан-дай-дан. На-на-най, на-на-нан. Так, подождите, ребята. Что-то какая-то фигня происходит. Я, видимо, туда и не заберусь-то. Эй-ей-ей. Кушаю ягоды, пока бегу. Так, не знаю, сколько я там чего набрал. Вам говорит холодно. Ну, понятно, я в тени. Давайте я отогреюсь. Персонаж вроде бы не болеет. Я немножко устал. Но зато я возьму луч. Пусть уставший, холодный, голодный. Но этот луч будет мой. Если, конечно, какой-нибудь бомж сейчас не прибежит и не захочет отобрать у меня его. Ну, я думаю, луч будет наш. Да, ребята, как вы считаете? Наш луч? Это хорошее достижение. Все ресурсы я верну, мне кажется. Хотя, смотря, что там будет. Там вообще может быть какая-нибудь фигня. Давайте забираем луч. Вот так забирается луч. Сапли Крейт. Это с инвентари. Ух ты! И у меня просто море ресурсов. Топоры и копья появились. И все, что мне нужно. Бурдюк с водой я не набрал. Но это, в принципе, не страшно. Рогатка для приручения динозавра. Файбера я могу набрать прямо здесь сейчас. Файбер, файбер, файбер. Чтобы сделать себе элементарные вещи, которые мне нужны. Например, перчатки, да? Да, вот рогатка, топор. Ребята, все, что у меня уже было. Грубо говоря, был скопирован мой инвентарь, скажем так. Ладно, потерял я только ноги. Но ничего страшного. И один бурдюк, который я всегда сделаю. Кладу персонажа вот сюда. За вот этот камень. И говорю вам спасибо большое за просмотр. Естественно, спасибо вам за ваши большие пальцы вверх. Естественно, если вам понравилась моя работа над видео, я старался вам раскрыть много моментов начинающего. Игрока в Ark Survival Evolved. С вами был Шамора, как всегда. Пока.